потислить, погладить и накормить, а куда, к сожалению, свои ручки засовывать категорически не стоит. Только при условии, если ваши панчики вам еще нужны будут. Поэтому большая просьба слушать меня внимательно. Как и везде у нас существуют свои правила. Ну, люди все уже взрослые, но все равно не могу не напомнить. У нас существует золотое правило чистоты. На территории фермы мы не мусорим, пантики, бумажки, кулечки мы не бросаем. Для этого у нас есть вот там за избушкой специальные баки желтые, весь мусор мы туда складываем. Также у нас на территории живут наши охранные собаки. Поэтому, несмотря на то, что они очень такие мягонькие, чудесные, обаятельные, всем хочется их потискать, наши собачки порода кавказская овчарка. Поэтому большая просьба к вольеру мы не подходим и не пытаемся их потрогать и погладить. Ну, если все понятно, наше маленькое путешествие начинается. И наше путешествие начнется с наших замечательных хрюшек. Пойдемте. Машечки не протягиваем, не пытаемся потрогать их за пятачок и почесать тем более за ушком. Данная порода называется венгерская мангалица. В 18 веке данную породу вывели путем скрещивания диких кабанов с домашними свиньями. Поэтому в наследство диких кабанов, соответственно, достались довольно весомые зубки. Поэтому мы не рекомендуем нашим гостям их трогать. Смотрим только глазками, соответственно, обязательно фотографируем, запоминаем. В этом вольере у нас живут две наши красотки, две наши девочки. Данная порода может выносить морозы до 35-40 градусов. Это сально-месная порода. Да, они на улице хорошо переносят и снег, и морозы. Как и любые животные, единственное, они любят сквозняков. То есть какие-то такие холодные моменты, конечно, они уходят, прячутся. А так, нефизимо, кому-то ценно у нас находятся на улице. Довольно комфортно. На ночь закрываем. Ну, по-другому, генетический сбой бывает. Ну, как и у людей, так и у животных. Тем более тогда, когда идут смешивания коровей и тому подобное. Да сейчас покажу. Генетика такая наукожень. Кормить кого-то? Ну, кормить их не обязательно. С рукой их не покормите. А бросать их в вольер, конечно, это же не очень интересно. Это были ребята, да? Очень большие. А здесь в этом вольере, вот у нас один подросток остался. Мы не отставляем в основном свое поколение. Потому как данная порода несет от 10 до 15 особей малышей. То есть, если бы мы всех отставляли, у нас бы была здесь свиноферма. Поэтому маленький мы расстроим, расстроя оставляем себе какое-то. Либо для обновления. Ну, вот у нас один мальчуган остался. Квости, пять, чуть-чуть. Любопытные. На первеньке. Всем желающим, кто приезжает. Здесь хлеб, морковка, капуста, яблочки. Они все это любят. Не бойтесь, не стесняйтесь. Ваше угощение выложите на ладошку. И таким образом угощаете их. Они у нас очень любят вкусняшки. Четыре мордочка. Ручки я вам потом покажу. Мне нужно будет вымыть. Берегите. Не стесняйтесь. Они делают как у вас. Аккуратно, мягко, губками. На ладошку. Вот так. Угощение палец. Да, вот такие у нас интересные мужчины. Да, это у нас два мальчика. Вот правда сейчас действительно поднимается. Мы обрастем теплой, вот такой махнатой шерсткой. Ой, какие верблюды. Коротки в нас больше любят хлебушек. Маша, покорми, покорми верблюдов. Я вам дам хлебушек. Ничего не делаю. Я не поняла. Что даст ты? Дай побольше мне кусок. Держите один и второй кусочек у нас дворей, ладно? Мягкие у него губы вообще. Просто мягкие. Ты хочешь, Алла? На. Не будешь? Нет, не будешь. Еще, дуровка не ест ли? Селила. Я боюсь давать. Не, не будешь. Ладно. Я сейчас вам весь. Хочешь ему давать? Хлеб просто чего-то? Не бойся, руку вот так повозь. Шетки долго вот это. Кролики, да, мы породу в свое время выводили еще в Советском Союзе, поэтому и назвали советская шиншилла для того, чтобы, для улучшения качества меха. То есть норка – это мех дорогой, соответственно, а для широкого потребления нужен был какой-то такой вот продукт. Для этого вот поэтому в свое время генетики тоже вывели вот такую породу, советская шиншилла. Также у нас есть наша гордость. Вот, ну, тут у нас сейчас вот лампочка немножко не горит. У нас одна единственная, она в нашем подворье – крольчиха, серый великан порода. Она очень крупная, достигают они до 7 килограмм. Тоже такая всеядная. Их можно морковкой, капустой, яблочками угощать. Сюда вот между решеточек угощения засовываете. Наши великанши никогда не отказываются, поэтому не стесняйтесь, угощайте. А какая шиншилла-то? Это порода называется советская шиншилла. Шиншилла ее именно назвали из-за качества меха, из-за окраса, из-за качества меха. Потому что мех у них очень такой мягкий и зверька напоминает именно мех вот этого североамериканского зверька. И по цвету. Шиншилла-зверь? Нет. Шиншилла-зверь? Ничего, они не отпустят пальцы? Нет. Мама, дай мне шинуркотик. Вот сюда вот побольше. Место есть? Хочем зайки дать? Да, вот. И так-то можно из рук кормить они у нас, из рук хорошо берут. Правда, не все, но многие. Хищник. Да, ночной хищник, поэтому и друг нет всю ночь. Весь день, вернее. Типуша. Типуша. Типушу. Доброе утро. Доброе утро. Просыпаемся. Как его зовут? Это Харек, зовут его Степа. Где у него? Вон она, вот. Он за Соня у нас. Я здесь вооружали, спит, как Харек. Вот это вот по нашему Чуку. А, он там мерзнет, поэтому в этой чулке в каком? Нет, ну, Харьки по приходе своей, где живут? Норка? Да. Так как в детстве у нас норку мы-то не можем. Ой, дети, сладкий ты такой маленький. То есть, своего рода такая имитация была. Кремень, он чулк. Чем? Морковку. Давай ему там у зайки положим морковку. Я не знаю, куда это поджидяну, а будем куда ушло, да. Давай, давай, Маша. Ну просто вот это девяка. Вы себя очень сгущайте. Да, они. Разные у вас породы? Ну, породы? Ну, посмотри, вот эти сфера, это все, видите, в креме. Слушай, куда вы породы? Здесь у нас альбинос. Там у нас в клеточке есть маленький черный черный кролик. После них в детстве у нас живет крольчиха, породы серые и великаны. Иди, иди, котеночек, корми тоже, давай. Корми, корми. Пальчики только не можно совать, да. Это крольчиха Кристина. Вон, иди тому дай. Нет, вот сюда, давай, вот сюда. Вот сюда ссуем. Вон, смотри, сейчас подойдет. Ну, не бойся. Ну, конечно, почему? А можно ему кинуть? Можешь. Парнокопытные вандалы, так сказать. Мы с вами с ними познакомимся. Это наши козы. Они рассыпты. Да, ну, по-другому мы все называем. Потому что это наши козылячи мафии. Местные. Они у нас не свободно выбыли. Для людей они безопасны. Они не кусаются и не бодавятся. Единственное, что вы красные только вкусняшки. Но при этом, если не пустить кроликов, у нас может сидеть все кормушки. Они съедают весь конкультор у них. Поэтому мы двери кроликов открываем. Да. Если будете сюда возвращаться, то большая просьба вандалов сюда не пускать. Вандалов? Ну что, пойдемте дальше? Какие красавчики. Здесь у нас находится наша сувенирная лавка. Если вам что-то вдруг приглянется или понравится после экскурсии, вы сможете сюда приобрести что-нибудь. У нас есть большой сортимент магнитиков из сериакстрауса с горловками. Есть ручки и другие разные сувениры. Но я вас приняла сюда не для этого. Соответственно, раз вы приехали к нам на строительную ферму, не могу вас не познакомить с нашими девчонками. При этом, что они вам очень понравились. Действительно, это здание очень интересное, но при этом они очень и очень любопытные. Поэтому, возле вольеров у нас наши гости, когда видят страусов, уже ничего не слышат, ничего не видят. Поэтому мы отдельно проводим небольшой инструктаж. От природы своей страусы не очень умные. Мир мозга страуса соответствует размеру его глаз. Соответственно, пропорционально телу создание не очень умное, но очень и очень любопытное. Поэтому, если какие-то ваши личные вещи им очень-очень понравятся, очень близко с палочкой и с телефоном к ним не нужно будет подходить, без зазрения, совести, без разрешения удачат все, что им понравится. У детей они обычно бывают таска бельбовки, шапки, у женщин украшения, телефоны и, конечно же, пакетики с угощениями. Поэтому большая просьба, все ваши кулечки держите очень крепко и слушайте меня внимательно. Также всегда, скажем, материала для показа не так много осталось, но вот у нас осталась такая частичка. Вот такие яйца приносят нам страусы. Это не самый крупный экземпляр, так как наши девчонки не очень крупные, соответственно, их яйца тоже также не очень крупные. А в среднем яйцо страуса может достигать от 600 грамм до килограмма. Был даже зафиксирован рекорд, но это был рекорд в дикой природе, что яйцо страуса весило килограмм 200. То есть довольно-таки весомая, такая хорошая штука, да. На собственном опыте знаю, что из одного яйца страуса можно приготовить омлет, довольно-таки неплохой и полезный, и накормить при этом 14 человек. Как это у меня и было. Также, если вам будет не лень в следующем году к нам приехать, а мало ли если еще и даже понравится, мы обзавелись еще и новинкой. Правда, гостям мы их пока не показываем, мы сейчас их только рекламируем, так скажем, возбуждаем интерес у наших гостей. Не каждый зоопарк заводит себе таких птичек, страусов Эмму, австралийские страусы Эмму. Они сейчас у нас же подростки, поэтому мы их еще никому не показываем. Но мы показываем яйца, из которых они вырубляются и в дальнейшем, когда они у нас вырастут, будут приносить нам такие вот красивые, это не крашеные, это натуральный цвет яиц, такой вот красивый изумрудный. Сами птички тоже довольно такие интересные, поэтому добро пожаловать к нам, либо же уже, если вы можете к нам приехать, либо же на следующий год обязательно нас посетить и познакомиться с нашими новыми питомцами. Девчонки у африканских страусов всегда имеют вот такой красивый серый бархатный оттенок пера. Мальчики же отличаются именно своей черной такой брутальностью, они имеют такой смоленистый оттенок пера с белыми окантовочками, очень даже интересные такие создания, очень красивые. Если вы так торопитесь угостить страусов, делать это нужно правильно, вдруг когда-нибудь жизнь вас занесет в Африку, окружит вас, да, стадо страусов, можно будет с ними подружиться. Давай, давай, я их каждый день кормлю. Это лучше бы это было безопасно и вы получали только лишь приятные впечатления, поэтому мы и учим кормить правильно. Раус не различает, раз вы ему тянете, он может прихватить на все что угодно. Я уже говорила, зубов нет, но при этом есть очень такой довольно-таки мощный клюв. Поэтому ваши пальчики всегда смотрят назад, вы ложите небольшой кусочек угощения на ладошку и старайтесь, чтобы клюв страуса находился вот в тыльной зоне руки. Тогда он не схватит вас ни за эту часть, ни за эту, ни за эту. Давай, покажем. Вот таким образом и хватает. Боишься? Теперь сам. Ручка только росла. Вот таким образом. Поагрессивнее. А которая деликатнее? Ой, я боюсь. А которая деликатнее? Вот это как-то кусается, блин, зараза. Обязательно фотографируйте. К этому дам. Если делать это правильно, то это будет даже довольно интересно, забавно и останутся у вас только приятные впечатления. Телефон, ты стетенька, дай? Покорми его. Так давай, давай вместе. Не бойся. Вот. Расслабь, расслабь руку. Не надо руку напрягать. Когда вы руку напрягаете, у вас укусение падает. Маш, убирай. Вот, испачкала только немножко. Ты что, руку-то убирай? Смотри, устрелась. Садди на шею, да? Это наиболее распроялся. Машу дуду дать. Какого с пятого раза. Ты что, она не будет? Иди сюда. О, получилось. Маша, будешь так и десять укусить? Не хочешь? Не хочешь? Давай, в принципе, мы можем еще вот таким образом. Только пальчики нужно будет вот так внизу держать. Но, затягивайся. Теперь сама. Не страшно? Здорово. У нас тут даже мужчины иногда, как дети, начинают хлопать в ладоши, подпрыгивать и подвизгивать. От удовольствия. Ну, страшновато, честно. Если вам ждите внимания, следите в поверье. Вот это вот... Да, вот аккуратно берет. Это не маленькие. Да, это есть залзи. Просто пока еще у нас с человеком оставление контактное, мы еще сами приезжаем как новинка. Да, это очень. А не чувствуют то, что ты боишься. Они все маленькие. Да, расслабить руку, пожалуйста. Хотя сами посиделись. Ой, я даже боюсь иной раз. Ну, давай, не так. С королевыми. А, 80 примерно где-то? То есть, санцы и девчонки, конечно, чуть поменьше. Могут, толпы на пену. Я думаю, они могут толпы. Вы можете? Нет, нет, нет. Я не боюсь. Я не боюсь. На, смотри. О, остаемся. Я боюсь. Я боюсь. Вот так, да. Мне так тоже не больно. На, вот так. Так, угощение не разбрасывайте. Оно вам еще пригодится. А вот так лучше кормить? Нет, ну, это понятно. Просто некоторые пальчики умудряются и запихнуть. Не так? Тоже запихнуть. А, если вот так вот, да? У вас просто угощение удобное. Вот так угощать. Подожди. О, так не больно. А у нас яйца можно купить на фирме? Сейчас у нас пока яиц нет никаких. Во-первых, на страусины у нас очередь под запись на несколько месяцев. Да. А по поводу куриных, индюшинных и гусиных у нас пока все на внутреннее потребление уходит. Потому как у нас была недавняя инкубация. То есть мы выводили свое поколение, обновляли свой пичин гор. На, положь вот так вот. Лево, лево. Вот так вниз руки. Пальцы вниз. Пальцы вниз вот так вот, да. Вот, смотри. О, ну все. Так, я так смотрю, копилка с питочками пополняет. Вы мне зарплату должны. Бизонов. В свое время предыдущих владельцев, благодаря им, вернее, эти бизоны здесь у нас и появились. Нам же они остались, так сказать, в наследство. Вот такие четыре чудесные, замечательные девчонки. Но срок мы их кормить не рекомендуем. Если захотите угостить, можно бросить угощение в кормушку. Но и опять же, это тоже процесс не самый интересный. Поэтому мы только любуемся на них глазками. Ну и оставляем себе приятные, положительные впечатления от этих красоток. Они очень довольны, такие интересные. О, ругаются. То, чего народ так бывает, Тань. Таня? Тань? Да, Татьяна. Это наша... Ее зовут Татьяна. Так как пока у нас мужчины в нашем гареме не имеется, то есть мальчика мой молоденького пока стесняемся садить к четырем голодным девчонкам в избежание инцессов. Вот он сейчас у нас немножечко заматереет, обужается, так сказать, подрастет, наберет массу. И тогда мы его всегда, конечно же, поселим к этим красоткам. А пока у нас мужчины в семье нет, соответственно, как это у бизонов и бывает в диких стадах, что главную роль старшего берет на себя самая старая самка, которая, кстати говоря, впоследствии даже приобретает некоторые признаки уже более мужских качеств. Как мы ее и определяем, то есть у нее морда становится более такая мужественная, более большая, и вырастает горд больше. Потому как у бизонов, у девочек, у самочек, они и горды меньше, и головы несколько, как же меньше. Очень долговечно живут. Средний возраст бизонов, при том, что это в частных подворьях, может достигать до 25 лет. То есть они не так уж и много и живут. А этим девчонкам уже по 9-10 лет, поэтому половина своего срока, можно сказать, что они отжили уже. Поэтому мы вот мальчишку и приобрели, для того, чтобы в дальнейшем у нас было воспроизводство. Там все еда с верблюдами. Да, да, да. И, как показывает мировая практика, несмотря на то, что они очень долгий период времени могут жить с человеком, они все равно остаются дикими, как бы особо неприручаемыми. Они реагируют только на еду. Они вот знают, кто их кормит. Соответственно, машина приезжает, наши девочки сразу же млеют, видев мужчину еще и с едой. И при этом тоже довольно забавное зрелище получается, потому что они действительно, у них даже выражение лица меняется, когда они вот чувствуют, так скажем, что им привезли вкусненько. Особенно сейчас начался сезон арбузов, соответственно. И вот наши 4 девчонки могут съесть в день до 100 килограмм арбузов. Это их любимая. До 100 килограмм. Он идет к нам. Танюшка идет к нам. Танюшка. Сейчас сезон арбузов начался. Они у нас очень любят арбузы. Танюшка. Ну что, пойдемте знакомиться с нашим. Давай, держи морковку. Держи, держи, вот. Аккуратненько. Просовывай дырочку. Пальчик и заливай. Я тебя боюсь. Давай, вставай рядышком. Давай вместе с тобой покормим. Вот так вот. Ты вот так держи, и они сейчас подойдут. Смотри. Вон идет, идет. О, не бойся, не бойся. Давайте руку. Не бойся, котенок. Не бойся. Вот сюда поставь. Ты далеко-то не сой. Тихонечко, давай. Да, и держи. Держи, он сейчас возьмет. Ну он туда даже не ухлюв, даже к ней не проклюнуется. Давай. Ты возьми, которая пошире, побольше. Вон. Половинку туда вот засунь. Вот, давай. Уточки какие красивые. Давай, давай, давай. Красавица. Они не идут бояться. Они все умеют молчать. Они в то время болтают. Держи, держи. Он идет, идет, идет. Держи. Не убирай только. Не бойся. Не бойся. Держи. Ну так, держи. Я держу так и не вижу. О, давай еще раз. Давай. Ангелиночка, давай еще раз. Давай, давай. Давай я тогда. Ты прямо сюда ее так наклони сюда. Вниз, вниз прямо вот так вот наклони. Вот, давайте я покажу. Вот сюда, прямо на нее. Вот. Прижми прямо вот к этой. Все, она сейчас возьмет. Она просто сейчас укушает еще. Да, это моя руководитель. Мы общались, и я помогала, что надо скрыть свои цветы. Давай, давай, давай. Вот, давай, давай. О, молодец. Еще давай, Ангелиночка, давай. Такой красавчик. Я его так и взяла на красавчик. Вот, давай. Он меня как домашний полагает. Он на ней сзади мне сюда наклони. Он приезжает, при этом, как откушает. Вот так, бежит. У меня в головах не бросает, чтобы он хотелось обникать. Ну, приятно, откусывает, откусывает. Вон, смотри. Вот, кто откусывает. Брось, брось. Он бежит, 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 бежит. А, ты не хочешь картофельку? Давай вон туда. Тут они, видишь, заняты. Давай. Капусту. О, получилось. Не страшно ведь, да? Не, не страшно. Давай. Держи, держи вот так вот ее. Вот, держи вот так вот. Оп. Видишь? Он ее за нее возьмет у тебя. Я тоже кормила. Давай, на. Ляночка, держи. Ну, что ты делаешь? Видишь, он дальше у тебя не возьмет уже руки. Самый храбрый Давай уточек покормим Красивые какие Курочка Он не встал Ну что ты потеряешь Все потерял Я хочу вот это Как тебе еди курицу Она не ест морковь Это курочка Для хлебушек надо Красивые пушечи Морковь так Самая красивая Держи Держи Ой он испугался морковки Мамка там булочки Испугался Хлебушком покорни Ах Давай Нападение вандалов Мы не пугаемся Выдерните свои угощения крепенько Тихо 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 гелечка Не бойся не бойся не бойся не бойся Смотри давай познакомимся Есть у тебя вкусняшка Мамочка Нету У меня нету вкусняшки Мама Мама Ой не за гелькой Иди где Я сама боюсь Иди сюда Ангелина Мама А давай Смотри Мамочка Мама Ой сколько вас тут много Мама Мама Мамочка Мама Мама Они как вандалы Мама Держи крепче Мамочка Кристина на Не бойся они за король Они не пытаются Ой мамочка Ой, мамочка! Не бойся, Маша! Иди ко мне! Маша, как страшно! Мамочка, что он за мной-то, а? Просто ты маленькая! Мамочка, 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 мама! Это же не страшно, мамочки, мама! Они за человеком! А когда руки так покажете, что у вас нет ничего, она посмотрит, что ничего нет, и они уходят! Мамочка, зрачки, главное! У них, да, у них зрение пределительное, очень интересное! У них же внутри что-то есть! А ты же правоядный, у меня прям в курсе, барана! Иди сюда, барана, иди! Ой, 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 ой! Яна, иди покорми, вообще не это! Так, а нежно, знаешь, как страшно! Мама, возни свою сумку! Они думают, что у меня там что-то есть! Он прям от меня не уходит теперь! А эти баранчики? Все, он тебе за мной здесь поедет! В смысле, не обрабатывается? Да нету ничего! Ужас, на самом деле! Страшно, да! Мама, так ты все там нет, давай! Ой, во сколько тут! Мама, тебе не страшно? Мама, смотри нас, Маша! Все! Мама, вот... А что, смотрите, у меня уже быстрее, это все! А им больно, где-то, когда они все же обламываются? Нету, не, не знаю! Мама, очки! Кодяна, мама! Да ты не бойся! Смотри, даешь им вот? Не, они не кутаться, не кутаться! Лай, мама, это взлет немножко! Как страшно, мама, чем мама? Я хотела сфоткать для им кого-то, а не для им. Мозг как глаз. Ой-ой-ой, ты меня не щипай. Надо ему потолще эти кусочки. Все, больше нету. На, вон еще маленькую, смотри. Все. Молодец. Больше нету. А вон валяйте. О, попрошайки сзади бегут, смотрите. И ты тут, а красавчик. Вот это вообще красивый баран. Козочка. Козочки. Бе-е-е. Бе-е-е. Все, мы беседку кушать. А вы все тоже все с нами что-ли? Это тоже на обед. Чай попить с булочкой. Ты посмотри, что все тут ко мне в пакет везут. Мне там, видимо, хлебом пахнет. Какая красота здесь. А нам хоть куда-то, хоть сюда пойдемте. А вот рядышком вас только вынимайте. Сейчас чай нальем. Какая красота здесь. Кома-пахнет. Кома-пахнет. Валяйте. Кома-пахнет. 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 Если, кто-то так тorem. ¿ europe GOOD? Нет. Кома-пахнет. Продолжение следует...